Танцевальный марафон Наша задача сегодня отсудить все три номинации, выбрать лучших и допустить лучшие команды, которые соответствуют всем требованиям, которые были прописаны в положении на очный этап. Среди номинаций общая гимнастика – это показательные выступления по программам общефизической и начальной подготовки, гимнастические виды спорта, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте и танцевальный марафон, который включает в себя разные танцы от хип-хопа до народной классической хореографии. Основная задача фестиваля – популяризация здорового образа жизни. Именно поэтому гимнастрада проходит в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Для нас это новое мероприятие, оно никак не связано с традиционными видами спорта, а скорее дает какое-то массовое развитие, общее развитие гимнастическими упражнениями, привить двигательную активность различным слоям населения. Мне хочется посмотреть, как будут оцениваться различные номинации. Это очень трудно. Я хочу посмотреть профессиональность нашего жюри. Для очного этапа судейская бригада отберет 90 команд. В каждой должно быть не менее 10 участников. Возраст спортсменов и танцоров от 5 до 28 лет. Мы свои предложения по судейству отправляли в Москву. Они одобрены. Академия Вина рассказала, что прекрасная программа у вас в Самаре, как всегда. Поэтому осталось только теперь хорошо провести, завершить галу концертом, выбрать сильнейшие команды, которые будут прекрасно выступать на площадке города Москва. Финал состоится в Москве в июне. Общероссийская гимнастрада позволит выбрать лучшие коллективы страны, которые будут готовиться к участию уже во всемирной гимнастраде. Она пройдет в 2023 году в Амстердаме. Светлана Кудрявцева. События.